Звездного времени суток вам граждане! Добро пожаловать на наш 99 выпуск! Сегодня мы поговорим о слитых материалах по Халси, Кингшип, Шианам и о многом другом. Поэтому, чтобы не пропустить наши видео, лайкайте, подписывайтесь и жмите колокольчик. Напоминаем, спонсором нашего канала выступает магазин Майта, ссылка в описании. На этой неделе разработчики снова решили пофелонить и не выпустили инсайт, поэтому, как и в прошлый раз, начнем сразу со Star Citizen Live. В этом выпуске ЦИГи показали процесс тестирования звуковых эффектов внутри Lumberyard Editor. Для FPS собран виртуальный полигон с тиром, для тестирования вооружения. На протяжении всего выпуска они создавали и тестировали звук для вооружения с нуля. Этим ограничился интересный материал выпуска. Стартовала новая распродажа от ЦИГи. На этот раз она посвящена... В общем, затронули два реальных праздника. День независимости США и День взятия Бастилии. И один лорный. День Императора ОЗИ, который отмечается в июле. На этот раз выпустили на продажу два пакета. Пакет независимости за 675 долларов, в который вошли Constellation Phoenix, Apollo Triage, Cutlass Blue, Angar Revel and York и 12 месяцев страховки. И пакет свободы за 390 долларов, в который вошли Crusader Mercury Star Runner, Misk Razor, Tumbrel Cyclone RC, AeroView Angar и 12 месяцев страховки. Также все эти корабли и транспортное средство можно приобрести отдельно, но уже со страховкой в 6 месяцев. А если у вас есть ненужный корабль или транспортное средство с пожизненной страховкой, вы можете улучшить его в один из этих кораблей, за исключением Constellation Phoenix, сохранив пожизненную страховку. В CIG запустили вторую волну тестов на ПТУ. В ближайшее время ожидаем общий доступ, а далее Live. Одной из фич, которую мы должны получить в патче 3.6, станет система взлома. Также анонсирована вторая волна продажи билетов на CitizenCon 2949. Продажи будут проходить двумя этапами, как и ранее, по 175 билетов. 17 июля в 21.00 и 18 июля в час ночи, плюс 3 по Гринвичу. Напоминаем, в наших планах в этом году попасть на это мероприятие и провести трансляцию с места событий и словить пару разработчиков для допроса, ой, извините, для того, чтобы они ответили на наши с вами вопросы. На данный момент мы планируем поехать втроем. Два билета на CitizenCon мы уже купили. Остался Сайдер Киром. Его онлайн-переводы вы могли слышать на предыдущих мероприятиях. Ссылку оставим под видео. Давайте пожелаем ему удачи и чтобы его клик F5 был самым быстрым. Нашу поездку вы можете поддержать любым удобным для вас способом. Заранее благодарим. В конце этого года в постоянной вселенной должен появиться один из самых ожидаемых кораблей — грузовой Halsey. По лору игры он считается самым распространенным кораблем в галактике. Производство Halsey является наиболее массовым из всей линейки и считается самым универсальным. Это промежуточная модель между маленькими грузовыми кораблями для одного человека и массивными супер-фрактовиками. Бекеры были настолько активны в поисках так ожидаемого ими грузовика, что начали копать логи игры. Так в интернете и слили скрины Halsey. На этом скрине мы с вами наблюдаем жилой отсек для персонала корабля. Это скрин Гальюна, а это коридор со спасательными капсулами. Не знаю, увидим ли мы его в конце 2019 года или в первом квартале 2020 года, но мы точно увидим его до релиза 42-й эскадрильи, так как этот корабль является неотъемлемой частью сюжетной кампании. На этом сливы не закончились. Сколько вы знаете инопланетных рас, которые будут в постоянной вселенной по лору? Все верно, помимо воинственных вандулов, с которыми мы будем воевать в 42-й эскадрилье, есть еще Бану, специализирующиеся на торговле, предположительно уничтожившие сами себя примерно 300 тысяч лет назад в гражданской войне Гадасианцы. Тыварины, созвучные стурианцами из Масс Эффект, проигравшие войну людям и ставшие частью ОЗИ. Кстати, недавно мы выпустили видео по серии Космо КБ, посвященной вселенной Масс Эффект, ссылку оставим под видео. Картаки, с которыми у нас не установлен контакт из-за конфликта с Шианами. И конечно же сами Шианы, расчетливая инопланетная раса, которая находится в мире с человечеством. Именно этот скрин нам попал в руки. Предположительно, это и есть Шиан. Как вам наша гипотеза? Не забудьте об этом написать в комментарии. Продолжая тему логов клиента и слитой информации, к нам попал еще один скрин. Как вы видите, на нем изображено нечто похожее то ли на станцию, то ли на прыжковые врата. Один из англоязычных блогеров Дегамес высказал предположение, что это возможно прыжковые врата для межсистемного перемещения, и скорее всего мы это сможем увидеть на Ситизен Конне 2949. Эта теория имела бы право на жизнь, если бы не лоры игры. Дело в том, что в мире Стар Ситизен нет прыжковых врат, а есть червоточины, через которые и можно осуществлять такие прыжки. А если открыть звездную карту, то мы можем увидеть три червоточины, которые ведут в другие системы. Все они находятся за пределами астероидного поля Айрон Хала. Мы же считаем, что на данном скрине изображена грузовая космическая станция. Если внимательно его изучить, мы можем увидеть посадочные площадки, готовые принять такие грузовые корабли, как Катерпиллер и более крупные. А возвращаясь к теме астероидного поля и сливам по Хал-Си, можно предположить, что эта станция принимает перемолотые Орионом глыбы. Так или иначе, мы согласны с Дегамес, что все это мы увидим на Ситизен Конне 2949 и не исключаем, что даже можем увидеть доработанный межсистемный прыжок, который уже видели в 2015 году. И в завершении, один из кораблей вандулов, который мы увидим при прохождении 42-й эскадрильи, Кинг Шип. Его скрины из логов клиента также слели в интернет, и сейчас вы можете их наблюдать. Кинг Шип – самый большой корабль вандулов, известный человечеству. Точная его длина не установленная, но некоторые источники называют цифры в диапазоне от полутора до трех тысяч метров. Корабль покрыт тяжелой броней и способен выдержать 3-4 удара торпед. Его возможности нести на себе другие корабли превосходят даже Бенгал. Примерно 300 сайфов. Если вы планируете заниматься частными перевозками на Халси, ждем в нашей организации. Для нас главное – ваше желание и адекватность. Также регистрируйтесь по реферальному коду, размещенному под видео и получайте 5 тысяч внутриигровой валюты. На сегодня все. Спасибо, что были с нами.